Добрый день! Наш сегодняшний блог будет о трёх конфетках, а точнее о силе того, что называется идуд, поощрение или приободрение даже того человека, у которого в принципе не получилось. Итак, история случилась в Бнэйбраке. Молодой человек, некий молодой человек, к сожалению, оставил соблюдение заповеди Торы. Вырос в соблюдающей семье, но не выдержал и бросил соблюдать заповеди Торы. Переехал жить к своему, тоже не соблюдающему заповеди, двоюродному брату. И на этом молодой человек не остановился, а решил он соединить себя узами брака с нееврейской девушкой. Вы все знаете, что иудаизм не поощряет брак с человеком, который не является евреем по соблюдению заповедей. То есть, даже если человек этнически, он может быть не евреем, если он принял соблюдение заповедей Торы кошерным образом в религиозном суде, он считается евреем. Но человек, который по крови не является евреем, и человек, который не принял заповеди Торы, иудаизм не принимает такой брак. То есть, еврей должен жениться только на еврейке, желательно соблюдающей заповеди. Но даже если она не соблюдает заповеди, есть возможность, что его дети будут потом соблюдать заповеди, будут евреями, если этнически этот партнер еврей. Но если нет, тогда по закону Торы дети становятся неевреями. И таким образом, веточка наша, веточка вот эта вот, которая велась с горы Синай, человек ее прерывает. И поэтому этот молодой человек, когда решил жениться на нееврейской девочке, вот этот его двоюродный брат, тоже не соблюдающий, сказал, «Слушай, ну это ни в какие ворота, ты обрубаешь свою веточку, и ты должен съездить к своим родителям и хотя бы в брак, хотя бы им что-то об этом сообщить, как-то с ними поговорить, как-то». Ну, этот парень согласился. Но на условии, что он будет на шаббат дома у родителей вести себя точно так же, как он вел бы себя на шаббат, живя у своего двоюродного брата. И поэтому он не отключал мобильный телефон и вел себя абсолютно, как будто бы это не шаббат, а обычный будний день, как он и привык сам для себя уже последнее время. Так вот, отец его сказал в субботу после обеда, «А не хочешь ли ты пойти на урок к Раву Штаймону?» И неожиданно мальчик, этот молодой человек, согласился, «Да, хочу пойти к Раву Штаймону». Рав Штаймон давал урок, после этого этот отец подошел к Раву Штаймону и сказал, «Рав, здравствуйте, вот мой сын, к сожалению, не солдат шаббат, собирается жениться, ну, скажите ему что-нибудь, пожелайте ему что-нибудь». И тогда Рав Штаймон спросил у него, «Здравствуй, скажи мне, а были ли у тебя мысли вернуться к соблюдению заповедей?» Он говорит, «Да, Рав, были». Он говорит, «Сколько раз?» «Четыре раза за последнее время». «И по сколько времени?» «Ну, примерно минут по десять». Так что ты хочешь сказать, сказал Рав Штаймон, что ты сорок минут думал о том, чтобы вернуться ко Всевышнему, к соблюдению Тора и заповедей? Про таких людей, которые называются «балей чува», хозяева раскаяния, люди, собирающиеся раскаиваться, раскаивающиеся люди, про них написано, что даже полные праведники не могут стоять на том месте, где они находятся. То есть их духовный уровень он даже выше. То есть ты хочешь сказать, что ты был сорок минут на таком духовном уровне, что даже выше всех полных праведников? «Так я тебе завидую», сказал Рав Штаймон. «Шаббат шалом». После этого молодой человек долго думал о словах Рав Штаймона, оставил свои планы отрубить веточку еврейского народа свою, вернулся к соблюдению Тора и заповедей. Задали ему вопрос, это самый важный здесь вопрос. «Слушай, а почему ты пошел на урок к Рав Штаймону? Что тебя заставило?» Он сказал так. «Когда я был в четвертом классе, здесь это принято. Мы со своим классом пришли к Рав Штаймону для того, чтобы пройти у него экзамен. Здесь так принято. Мальчиков, которые хорошо учились, приз за то, что они хорошо учились, это навестить главу поколения, чтобы он увидел и он сказал, до какой степени они хорошо знают тему. Так вот, Рэбе попросил, чтобы Рав Штаймон задавал легкие вопросы. Он задавал легкие вопросы, и все мальчики отвечали. И все получили от Рав Штайма на конфетку. А меня, мне задали вопрос, и я не знал ответа. Даже легкий вопрос, и я не знал на него ответа. Тогда мне задал Рав Штаймон еще более легкий вопрос, и я опять же не ответил. И тогда он задал мне третий вопрос, и я опять же не ответил. И у меня не было конфетки. И когда все мальчики выходили, у каждого была конфетка. Одна. После того, как все вышли, Рав Штаймон позвал меня и сказал, иди сюда. В Торе мы награду даем не за то, что человек знал, у него есть результаты, а за то, что он старался. Ты старался ответить мне на три вопроса, и поэтому тебе полагается три конфетки. На, бери. И из-за этого он пришел на урок Рав Штаймона. Представляете? Вот она. Сила. Головы поколения. Сила человека, который смог мальчику, который был в четвертом классе, сделать так, чтобы когда после тяжелого кризиса он смог к нему вернуться, вернуться к соблюдению Тор-Заповеда одним словом, одной фразой, тремя конфетками. Представляете? Вот такая вот история. Большое спасибо. Продолжение следует...